Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Доброе утро всем присоединившимся И оставшимся на волне 93.9 Радио Болтком Олег Пека в студии Начинается программа Люблю Лайф И сегодня мы поговорим Программа для женщин О женщинах, которая помогает Немножечко вести мужской голос Журналист, руководитель проектов Нина Дождева Здравствуйте всем Девушка с обложки И ведущая рубрик новинки красоты В Люблю Лайф Татьяна Доля Сегодня в нашей студии И может быть как раз и с обложки начнем Как попадают на обложку Журнала Самое смешное, что это волнует Действительно не только женщин Но и многих мужчин Кстати, Татьяна, я думаю, поддержит меня Что у нас много было случаев Когда обложку к нам обращались Супруги, друзья, коллеги И благодаря им Их женщины, коллеги, родственники Попадали на нашу обложку Ну и подписчики в том числе Один мужчина даже выписал журнал Специально на юбилей свадьбы Да, и вот за 21 год Каких только историй не было Ну и, конечно, люди, которые считают Что как ни крути Все женские журналы, обложки Это, конечно, женщины уровня Лаймы Вайкулы и Аллы Пугачевой Безусловно, они тоже за эти годы Украсили наш журнал И тем не менее С самого первого дня Концепция журнала Что на обложке мы видим Ту девушку, женщину, даму Которая может жить рядом с нами В нашем городе И она может украсить журнал И можно прочитать о ее жизни Вот Таня яркое тому подтверждение Ну вот я не знаю, как вот Мнение Олега, да Я думаю, что визуально Визуально, да, не уступает Абсолютно И самое удивительное Вот эти фантастические обложки Когда ты смотришь И не можешь ты угадать Это какая-то звезда Или это вот действительно Действительно Наша современница Наша соседка Да, девушка с соседнего дома Вот И я думаю, что это, конечно Очень здорово И благодаря, может быть В том числе и с этого Начиналась у многих Любовь к нашему люблю Вот Ну и Если раньше Наши дамы Вели себя достаточно консервативно И вот такие вот Наряды Объемные Как у Татьяны На обложке Кстати, сезонный наряд Обратите внимание Именно сегодня В этом Татьяна и пришла Приехала на радио Объемное Яркое пальто Но раньше Позволяла себе Ну, наверное В Риге Единственная женщина Это Жанна Дубска Стилист Тоже давний друг Нашего журнала Вот И в отношении ее Кто-то даже Когда-то пошутил Что Жанна первая Придумала надевать Ходить на работу В одеяле Дырки прорезала Да Ну вот сейчас Видите Сейчас это тренд Сейчас это тренд Ну я хочу Татьяны спросить Татьяна, ну все-таки Несмотря на то Что ты уже столько лет Знаешь наш журнал С нами сотрудничаешь И практически Мы тебя давно знаем Нам, конечно Тоже обложка показалась Вау Как ты себя чувствуешь Когда ты по эту сторону Оказалась камерой Ну это мой первый опыт Безусловно И я очень благодарна Стилистам Визажисту И фотографу Потому что это правда Получился такой опыт Я сама себя Увидела И не узнала Потому что Можно преобразить Любую женщину Ее можно сделать Красивой Привлекательной Эффектной И самое главное Для каждой женщины Этот момент Очень важен Себя увидеть В новом В новом качестве В новом И да Это придает Наверное Какую-то уверенность И уверенность Это придает Да Я первое время Просто смотрела на обложку Все время смотрела на обложку Да Это смешно Но это правда так Потому что Ты не можешь поверить Что ты можешь Так классно вообще выглядеть Да А ведь я понимаю Что много Наверняка во время фотосессии Все-таки много фотографий Кто отбирает Кто выбирает образ Придумывает его Конечно Конечно Это очень зависит От профессионализма Фотографа Мало того От ее энергетики Зависит Потому что Вот наша фотограф Оля Она сама Очень драйвовая девушка И поэтому Когда она фотографирует Она конечно Вкладывает И свою энергию В этот процесс Ее идея Прически Которая для меня Совершенно была неожиданная Ну теперь Будет на вооружении Да Поэтому Это правда В общем Знаете Есть такое понятие Как фототерапия Наверное Многие слышали об этом Это действительно терапия Для многих Потому что Ты узнаешь И можешь увидеть себя В другом ракурсе Да А я еще подумала о том Что очень важны В жизни И не раз Об этом Ну и наш журнал И мы между собой говорим Насколько важны контрасты В свое время Еще по-моему Даже можно сказать Может быть там В начале века Жанну Агузарову Спросили Ну я знаю Певица Сейчас может быть Менее популярная Но тем не менее Это певица Действительно большого И диапазона И таланта И потрясающего голоса Который ты всегда узнаешь Первая солистка Браво Да Браво И вот это вот Слово Браво Наверное Оно к ней И сейчас Не менее применимо Чем Когда она была В зените славы Так вот У нее спросили Ну почему вы нормальная Интересная Девушка В каких-то дурацких Мужских Каких-то Колонизаторских Ботинках Ну что у вас Наденьте Что-то Приличное Это же концерт Это же публика Приходит Это же эстетика То есть ее вот В этом как-то так Кто-то из журналистов Упрекнул На что она сказала Именно потому Что я хрупкая Юная девушка Я надеваю Эти ботинки Очевидно Кто-то увидит Из мужчин И захочет Меня поднять На руки И вытащить Из этих ботинок И вот это вот Контраст Этот контраст Ну там люди Конечно Подумали Что эта шутка На самом деле В этой шутке Только доля шутки Потому что Именно на контрасте И работает Восприятие Женского образа Ну вот не знаю Как вот Олег Считает В отношении Вот и звезд И певцов И актеров Работает ли С точки зрения Мужчины Вот этот образ Контраста Наверное Я так честно говоря Вот сходу Не могу сказать Но в этом Есть какая-то магия То есть кому-то идет Кому-то Ну вот Может быть Не подходит Я затрудняюсь ответом Ну во всяком случае Будем доверяться Магам Которые знают А кстати Вот насчет магов В свое время Ну когда Все мы в школе Читали Войну и мир И Наверное То что писал Лев Толстой О Наташе Ростовой Ну это наверное Не просто классика Это наверное Нечто такое Сокровенное Почти сакральное И очень Очень близкое К тому Что чувствует Каждая девушка Когда она собирается Там на первый бал На выпускной бал На первое свидание Это настолько Глубоко И мы понимаем Что наверное Сама Наташа Ростова Так глубоко Себя не понимала Как понимал Лев Толстой И вот это как раз Подтверждение того Что люди Которые говорят Ну я-то себя знаю Я-то себя лучше Всех знаю Это неправда Глубина познания Наверное Определяется Не тем Что ты сам Из себя представляешь А то Насколько Глубоко Видит тебя Глубокий человек И вот Пример обложки Это как раз Из этой же серии То есть человек Понимает тебя Визуально Намного глубже Твой потенциал И он его раскрывает Тебе на радость И на радость Ну всем Кто вот Видит невольно Сравнивает себя Такой модный приговор Получается Да Ну в отличие от Модного приговора Где попадают Единицы Из миллионов И все-таки Это шоу В отношении Нашего журнала Это реальная жизнь Life is good Это вот Это тот самый Тот самый случай И ну естественно Подписка продолжается И мы Несмотря на Все вот эти Сложности Экономические Другие в жизни Мы все-таки Оставляем Оставляем Нашу традицию Из наших подписчиков Наши стилисты Выбирают Наши обложки Героинь преображения Вот Присылайте подписку Копию Пишите о себе И обязательно Свою фотографию Единственное Вот я воспользуюсь Злоупотреблю эфиром Да Что Не надо Скрывать свой возраст Вот присылайте Фотографию Какая вы сегодня Ну Каждый год Каждый год Мы получаем Фотографии Где женщина Фотографии Десятилетней давности Это Осложняет Конечно Конечно Мы им не говорим Что же вы наделали Как же вы нас обманули А все Женщины же Говорят Ну так сказать Не обманывают Лукавят Они говорят Боже мой Ну мне сказали Что я вот так же И выгляжу Ну как бы да Можно так считать Фотографию Сегодняшнюю Да И у вас есть Очень большие И обязательно Напишите о себе Обязательно Напишите Не только фотографию Присылайте Напишите о себе Что вы преодолели О чем вы мечтаете И может быть Именно наш журнал Он поможет Этой мечте Сбыться Почему нет Ну я бы еще добавила Что на обложку Могут попасть Здесь не только Девочки молодые Сюда могут попасть И женщины Потому что Девочкам молодым Им намного проще Себя реализовывать Пока молодость Она есть молодость Но женщинам Которым 40 плюс 50 плюс Как в моем случае Я не стесняюсь Этого говорить У меня 30-летний сын Который когда увидел Обложку Он сказал Мама ты шикарная И я действительно И он не стесняется Со мной ходить На тусовки Свои Меня брать Вот это наверное Очень важно Для женщины В таком уже возрасте Чтобы она могла Себя так же увидеть И есть возможность Участвовать в этом Не только 20-летним девочкам Но и женщинам Они тоже могут Попасть на обложку Кстати А вот что касается Макияжа Одежды Как вот здесь Происходит выбор Кто определяет Что больше подходит Что меньше Вместе со стилистом Все подбирается В твоем случае Татьяна расскажет О себе В моем случае мы ходили с Катей Вместе с нашим стилистом Мы ходили Выбирали одежду И это безусловно Должно быть взаимно То есть Никто не навязывает Не может быть так Что стилист видит так А ты сама себе Не нравишься в этом Это должно быть Все равно В каком-то диалоге Но мы нашли сразу Общий язык Что вот будет Именно такая куртка Которая будет Красная Вот И все подбирается Вместе со стилистом Мы приходили Мы мерили Мы все это Прикладывали И она говорила Вот в этом будем пробовать Практически нам Это не заняло У нас много времени Это все делается Очень быстро И самое главное Этот процесс Очень приятный Да Потому что ты что-то меряешь Ты все время В таком Жаском удовольствии Да Меряешь Под профессиональным Прищуром Так сказать Прицелом Я бы сказала Потому что люди Очень так сказать Четко видят И достоинства И особенности Фигуры Внешности человека Да И подчеркивают Те достоинства Которые есть У каждой женщины Ну и потом Я думаю Что хорошо Журнал вышел Все порадовались Пришла минута славы Но вот этот мастер-класс Вот этот мастер-класс По тому Что отбирать На что обращать внимание Главное Это самое главное Наверное Заслон От спонтанных покупок Как хочется взять Что-нибудь Наконец-то черное Или наконец красное Или наконец белое Да Вот то Как работают С вещами стилисты Это конечно Высший класс Да Этому надо учиться Всем нам И наверное Учиться всю жизнь Ну такая приятная учеба Да Ну а Такой прагматичный вопрос Красная куртка То у вас осталась Я понимаю Да Вы знаете Она была моя Вот даже Свои вещи Видите Пригодилась И она была моя Я ее только недавно Приобрела И нам пришлось Просто только Нам просто надо было Добавить вот этого образа Да Но здесь конечно И поработал Визажист И Здесь правда Общий образ Был создан Достаточно быстро И вот сразу В точку Это Ну то есть успех Это для меня Огромный опыт Правда Я еще раз повторюсь Что я могу себя увидеть Совершенно в другом Вообще Видении Ракурсе Да И фотографии Остаются на память Конечно Кроме обложки Еще и Поставить Да Безусловно Ну вот Как-то поговорили 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 про обложки Да И вот принцип Наверное тот Что по одежке Встречают По внешности Ну для женщины Когда мы ищем работу Когда мы ищем Специальность Когда мы Коммуницируем с людьми А сейчас Как ни крути Всегда приходится Коммуницировать с людьми Наверное Это Ну Важность Никуда Никуда Не пропадает Остается Остается важным Для каждой женщины Вот Ну Я думала Что С одной С одной стороны Все это Все это понятно И хорошо С другой стороны Как ни крути Все-таки Женщина хочет Нравиться мужчинам И вот у нас Альбина Джанабаева Тоже героиня Нашей Сегодняшней Рубрики Стиль-код В нового журнала И супруга Супруга Меладзе Вот И Казалось бы Всем кажется Что звездным Женщинам Тем более Такого статуса У которых за плечами Там Группа Виакра И так далее Что им вообще Со стилем Все хорошо У них там На пол жизни Вперед Уже есть и образы Элементы Однако Это не так И все Что касается Стиля Ну вот это Наверное Какой-то океан Об этом Наверное Можно делать Не рубрику Наверное Делать целую книгу И Вот По сравнению С моими коллегами Татьяна Как раз У нас В некотором роде Такая локальная Икона стиля И мне очень приятно Что мы Вот вместе Работаем Рядом И Насколько Внутренне Вот я хочу Таня спросить Насколько Внутренне Вот этот Что является Компасом Для того Чтобы вот так Вот выглядеть И замечают Лето другие Женщины Говорят что Все для мужчин Для мужчин Вот мы работаем В женском коллективе Как правило Да Вот Есть ли какой-то секрет Есть ли какой-то Свой секрет Ну На самом деле Замечают И мужчины И женщины И наверное То как одеты женщины И женщины Все-таки Одеваются Для женщин Да Потому что Мужчина Будем говорить Но это мое понимание Да Мужчина Он видит Женщину Энергетически Он ее видит Как Как Какую-то энергию И Он не видит Ее ногти Кольцо Сережки Блузочку Шарфик Шарфик Нет Он воспринимает Может быть Как образ Он видит Ее энергетику Он видит Ее глаза И Все эти детали Модные Они все равно Больше между нами Между женщинами У мужчин Совсем другое Видение на женщину Ну Это мое Ну типичное Да Вот Внимание Причина Обид В семье Что вот Мужчин Просто иногда Даже не замечает Каких-то преображений Безусловно Это непросто Потому что Женщина сейчас Выполняет Очень много функций Но вот Мужких в том числе И в том числе Мужских Конечно И поэтому Вот задача Женщины Безусловно Все время И дома Должна быть Должна быть Какая-то Сила Все время Выглядеть Хорошо И на работе Поэтому Здесь Нету секретов Это все Должно быть В удовольствии Когда все В удовольствии Когда это нравится Когда нравится Вот сама Смотришь Сделала маникюр Ты сама Сидишь и любуешься Да Пришли коллеги Тоже полюбовались Тоже полюбовались И вот Так передается Вот это вот настроение Да Я бы назвала Это настроение Этакой Женской индукцией Потому что Ну знаете Когда вот Есть такое понятие Физики Индуцируется Электрический заряд Ну мы же тоже Производные природы И на нас тоже Действуют физические законы Может быть Не так строго Как закон Электрического Тока Для цепей Закон Ома Известный Но тем не менее Заряды индуцируются И когда ты Запускаешь Вот такую Положительную энергию Эта энергия Дальше по цепочке Распространяется Ну вот я хотела Еще с Татьяной Наверное Затронуть Такую тему Внутренней энергии Когда Все у женщины есть И мужчины Кстати не исключение Но вот что-то Их не радует Вот их не радует Что? Это внутренний Вот такой вот У тебя дисбаланс Что вот Ну даже анекдот Когда-то Если помните Как только открылся Риатон Уже Ну давно Уже сколько лет прошло И сотрудники Риатона Рассказали Что вот появились первые Если вы помните Ёлки за 2000 латов Тогда еще Да Уже готовые Они были искусственные Но они были Сказать гламурные Это очень мягко сказать Они были Ну Ёлка мечта В разных стилях В разных оттенках И вдруг человек Покупает такую ёлку Приходит через неделю И говорит Я хочу вернуть Ему говорят Что-то отвалилось Он говорит Что вы Все там на века Что-то может быть Игрушки Что-то с игрушками Может быть вы что-то разбили Он говорит Боже мой Они даже Не бьются Может быть Ёлка не пахнет Что вы Говорит На лестничной площадке Или там Во дворе Ну чувствуется аромат Рождества и Нового года А в чем проблема Не радует Понимаете Вот это внутреннее состояние Когда человеку Все не в радость Вот он Как бы все есть Но ничего не надо Это наверное Видно и со стороны Вот Внутренняя энергетика Отчего вот она То есть она куда-то пропала Вот наверное В этом В этой ситуации Ну Я достаточно Долгое время Изучаю Женские практики Да Всевозможные Я очень много где была И много у кого училась И я пришла К такому выводу Благодаря всем Тем знаниям Которые я накопила За 20 лет Что женщина Она В принципе Наслаждается Она может Наслаждаться всем Мы просто Мы просто В своих Каких-то Повседневных заботах Мы просто Разучились Это делать Мы можем Наслаждаться всем И мы этим Наслаждаясь Мы накапливаем В себе Вот эту вот Эту энергию Наслаждения Удовольствия Радости И эту же энергию Женщина передает Своему мужчине Поэтому мужчины Так любят инвестировать Многие мужчины Я бы сказала Даже большинство Они инвестируют Свою женщину Они с удовольствием Платят ей За спа За поездки Потому что В этой поездке Женщина наполняется Энергией И потом она Ее отдает Своему же мужчине Да Это круговорот Это круговорот И это Это должны понимать Как мужчины Так и женщины Что Тебя привезли Она ходит Она радуется Ей все нравится И море И солнце И соки И пальмы И пляжи И все То есть всему Можно радоваться На самом деле И таким образом Женщина наполняется Этой энергией Мы тоже сейчас Наполнимся Энергией Другого рода Вот небольшая Будет пауза После чего Мы вернемся В студию Кстати вот Люди звонили Вы можете Продолжить звонить Мы будем принимать Ваши звонки Продолжается Программа Люблю Лайв Нина Дождева Татьяна Доля Сегодня в нашей студии Говорим О женских Всевозможных вопросах Вы можете тоже Присоединяться Задавать Ваши вопросы По телефону 67212 939 67213 939 До перерыва Мы как раз Ну вот говорили А начали Такую большую Тему Да Мощную Я бы сказала Да Преображение И вообще того Что дает Энергетика Женщинам И я понимаю Что есть примеры Людей Которые могли Изменить Свою жизнь Свою судьбу И каким-то образом Вот получив Какой-то вот Импульс В разном Совершенно возрасте Да В разном возрасте Действительно И в каждом Журнале В каждом журнале И в журнале Люблю И в журнале Люблю Лайф Вот как раз На следующей неделе Уже толстый Выходит наша версия Вот Постоянно Эти примеры Их даже не надо искать Эти примеры Нас окружают И Очень часто Кого-то Уже того Кто ознакомится С ними Сталкивается В жизни Читает об этом Ну как Мотивирует К тому Чтобы Посмотреть Критически На свою жизнь Вот возраст Например 40 лет В свое время Наталья Молчанова После 40 лет Занялась Фридайвингом Ну вот В этом номере У нас Такие Мистические истории Когда Люди И Нашли Своё Необычное Дело И как-то Очень странно Ушли в другой мир То есть До сих пор Остаются Загадками Вот Может быть Это судьба Может быть Тоже Действуют Какие-то Неизвестные Нам Мощные Энергии Которые Космические Энергии Которые Человека Ведут К какой-то Совершенно Другой Судьбе Другому Преображению Но Тем не менее В любом Возрасте Накапливается Потенциал Который Может Кардинально Изменить Жизнь Человека И надо Быть К этому Готовым Ну Ну Человек Дозвонился Мы попросим Попросим Надеть Наушники Да Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Вы знаете Можете Немножко Не из той оперы Но вот У Александра Васильева Историка Моды Есть Несколько Книг Про Российских Аристократов Которые Оказались За границей И вот Я посмотрела Это как Внушали Что они Все были Никудышные И просебали Они Устраивали Они были Во-первых Моделями Потом Кто-то Вышивал Стеклярус Кто-то Шил То есть Дома Модели Были Именно Вот Организованы Этими Русскими Дамами Княгинями Графинями И Вот я считаю Что девочек Надо с детства Все-таки Учить И вышивать И шить Чтобы она Могла Рукодельничать И тогда Она В любом возрасте Выживет И будет Привлекательной Для любого мужчины Я как посмотрю На эти картины Из книги Васильева Ну такие Необыкновенные Прелести Спасибо Спасибо Во-первых Спасибо огромное За звонок Во-вторых Я все-таки Всем напомню Что речь Очевидно идет О книге Александра Васильева Красота в изгнании Это одна из Вот моих Наверное Моих коллег Любимых книг О том Где Александр Васильев Прослеживает историю Русских аристократок Которые Практически Стали законодательницами Моды В Европе В прошлом веке И речь идет О создании Дома моды Лабин Который В общем-то На протяжении Многих лет И Ну можно Кому-то Почитать Внимательнее История Удивительнейшая Совершенно И я Совершенно Согласна Вот с этим Посылом Что Девочек Надо воспитывать Именно Как вот этих Великих Как воспитывали В царской Семье Все Эти княжные Великие Да Они все Имели свои Участки Даже Они козочек Выращивали И если Кому-то из вас Посчастливится Быть в Санкт-Петербурге Обязательно Посетите Парк Коттедж Буквально За последние Двойку Тройку лет Он полностью Восстановлен Это один из Не только Уникальнейших Исторических Парков Но и Потрясающая История Царской Семьи Их отношения Именно К воспитанию Вы видите Эти розари Где Вот эти Будущие Принцессы И члены Девочки Именно девочки Они работали Они Императрица Сама имела Свой огород С зеленью Возьмите экскурсию Не поленитесь Или почитайте В интернете И Вот это Прикосновение К истории Оно очень полезно Мало того Что это Очень Потрясающе Интересно Увлекательно Но это Еще очень полезно Потому что Все мы Либо мы Мамы Либо бабушки Либо крестные Либо у нас есть Друзья Которым мы Принимаем участие В воспитании Их детей И очень часто Дети в семье Но не все Доверяют Своим родителям И доверяют Друзьям Семьи Так скажем И являются Их наставниками Вот эту Цепочку Эту связь Ее наверное Ну Она наверное Никто ее не прерывал Она существует И используйте Этот потенциал Да А я хочу сказать Что вот Нина Дождева Постоянно Путешествует И вот С результатами Этих поездок И интересные такие маршруты Всегда вот Одна из тоже Моих любимых рубрик Журнала Люблю Да Маршрут выходного дня Маленький В том числе Даже и по Латвии Просто когда читаешь Открываешь для себя Боже мой Вот окажется Что наша страна Ну такая Ну маленькая По сравнению С какими-то огромными странами Сколько в ней Ты не видел Еще не знал И не Успел посмотреть Кстати Если уже Действительно Мы вернулись в Латвию Это замечательно То Если вы не доедете До Санкт-Петербурга И его исторических парков Отправляйтесь В наши замки Ну я сейчас не буду называть Все подряд замки Да На самом деле Есть даже Путеводители По замкам Да Большинство из них Вот именно сейчас Вот сейчас Когда оказалось бы Такое время И темное И холодное Они работают Нет туристического сезона Какие-то грядут Выходные дни Предпраздничные дни Возьмите всей семьей И изжайте в замок Вы знаете Вы не поверите Их открывают Даже если приедет Одна семья То есть Как бы Людей нет Они закрыты Вы позвонили И спросили Можно ли приехать На три дня Вам говорят Да, конечно И вам будут готовить завтрак Вы почувствуете себя Вот той самой Великой княжной А может быть Не Великой княжной А просто Вот такой вот Семьей из сказки И вот Я вообще люблю Очень дома-музеи И то, что в этих замках Жили люди И люди радовались жизни Несмотря на то, что замки Реновированы Где-то перестроены Где-то, как говорят Ой, ну сейчас Это уже новодел Вот понимаете Архитектура Она впитывает Эти эмоции Это драматизм Ну, достаточно посмотреться В старинное зеркало Не знаю, как Таня Но я когда в музее Вижу зеркало У меня меняется осанка Я невольно Как-то внутренне Да И вот это я просто Всем советую И рекомендую А сейчас наступает Время подарков Ну, действительно Путешествие всей семьей С близким человеком Со своим мужем Может быть, наоборот Дети проведут время С бабушкой А вы Вдвоем отправитесь В такую сказку И можно прямо Вот Поселиться в замке На несколько дней Да, пожалуйста Отправляйтесь В замков много Есть И межитная Есть Есть даже номера Такие очень дорогие Есть очень бюджетные варианты Ну, как бы мы сейчас У нас программа не об этом Но о том, что многие Об этом не знают Все думают Что надо съездить в Рундулу Когда цветут розы Это уже, наверное, знают все Традиционно Традиционно Этот маршрут все знают Или, например, замок в Сигулду Потому что, ну Отдать дань Вот легенде Турайцкой розы Сделать фотографию На фоне вот этой Полыхающей Сигулды Огненной Сигулды Ну, я бы сказала Такой вот Ну, это тоже можно Может быть, нам даже стоит В Латвии Подать куда-то Вот на эту панораму Я даже думаю, что в целом Не важно, куда поехать Важно выехать вместе Да? Да, вот это, кстати Ключевое Это ключевое Выехать вместе С семьей Или там парой Парой Эмоциями какими-то И на отдыхе Всегда все Все по-другому Все по-другому А вот Нина А кто советует Вот вам Какие-то маршруты Ну, то есть Вот вдруг Вы говорили Да, вот Хорошо бы Знаете, вот это Такая тоже Шутка есть такая Спрашивают Какого-то человека Там умного Послушайте Говорит Ну, неужели вы Все это берете Из головы? Он говорит Ну, это, наверное Очень трудно На что он ответил Ну, знаете Ну, трудно, да Но взять то же самое Из ноги Будет еще труднее Ну, действительно Откуда? Во-первых У нас такой принцип Редакции Если ты что-то знаешь И ты где-то побывал Ты обязательно Об этом рассказываешь Прошли выходные И мы говорим Вот поехала На дачу Заехала в Ецов Вот там есть Старинная церковь Там какой-то парк Во-первых Вот этот женский телеграф Женская почта Такие разговоры Во-вторых Есть много В Латвии Проектов В том числе И финансируемых Еврофондами О которых Так или иначе Как-то информация Она как-то рассеивается Вроде бы и проекты есть И деньги вложили А провели мероприятие Ярмарку И все на этом ушло Все приехали на ярмарку Все привезли Или там Выставка Балтур, например Балтур прошел Там Несколько сотен участников И все смотрят Ага Куплю дешевый тур в Америку Не тур А вот авиабилет Да Или я вот Как раз на отдых Там за полгода За пол цены Можно купить отдых У теплого моря Наше море Все-таки такое Строгого режима Скажем так Ну не менее романтично Тем не менее Действительно прохладно Вот А вы зайдите В павильон Латгали Посмотрите Сколько новых объектов Посмотрите Какие прекрасные Вот эти вот Извивые Дауговые 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 Слоки Как бы по-русски Это не так романтично Звучит Это не уступает Абсолютно Ну вот Я там была В Латгалии И была в Швейцарии И вот я скажу Что по красоте Такому понятию Как ландшафтотерапия Это не уступает Ни крымским тропам Которые специально Были проложены Опять же тоже В царское время Еще Боткиным Да Врачом Царской семьи Чтобы люди За каждым поворотом Открывался Новый ландшафт Новый пейзаж И вот это Все есть И это люди На местах делают Там же есть Интересные Музеи Которые собирают Местных таких Вот Ну знаете Есть такое понятие Гений места Я думаю Не я его запустила Такое общепринятое Да Что в каждом месте Есть какой-то человек Который это место Ну вот Марк Ротко Например Далгарпилс Да Уникальнейшее место И уникальнейший музей Единственное в Европе Где подлинники Ротко Люди из Европы приезжают А у нас Ну Слышали все Да Слышали действительно все Но видели не все Почему Три часа на поезде Кстати Насчет Ротко Да Вот насчет Вы говорили про замки Если вы хотите Провести уикенд Прямо в Петровском Здании Вот таком вот Петровского времени С этими стенами В полтора метра Вы оставайтесь Берите гостиницу Не в городе А прямо Вот в этом бастионе Да Там есть гостиница Со всеми вайфаями Со всеми Современными Как сказать Наворотами Да Но при этом Это еще историческое здание И вот Там Да Это практически за городом Это последняя остановка Трамвая Даже не надо брать Там ехать на машине Вот Но вы почувствуете Не только Прикоснетесь Вот к этой Целой глыбе Вот этого художника Необычного До сих пор Споры продолжаются Но споры продолжаются Более чем 100 миллионов Картины его не продается То есть 100 и выше Миллионов долларов Стоит картина Марка Ротка С аукциона Вот Вы почувствуете Дух времени И не просто Дух времени А вы почувствуете Контрасты Потому что До сих пор В этой самой крепости Проживает Прямо адрес такой Крепость Полторы тысячи Или там Две тысячи человек У них там квартиры Там военные Понастроили Такую точечную застройку Да люди живут И вот когда люди живут Когда это не превращается В такой законсервированный музей Потрясающая аура И потрясающая атмосфера Это тоже Латвия Понимаете То есть интересно Познавательно Парадоксально Путешествие во времени Это все рядом И об этом Обо всем Кстати Можно тоже прочитать В журнале Ну а мы У нас вот уже Буквально осталось Несколько минут Может быть действительно Но сейчас уж Полистаем Чтобы Рассказать О самом интересном Наверное Я все-таки Остановлюсь На женской рубрике Насчет Споры Были очень Споры Такие прям Были серьезные Насчет того Что вернулись Синтетические Чебурашки Моду Ну вот Татьяна Как относишься К синтетическим Чебурашкам Шубки Причем на любой кошелек И 200 И 600 И выше Вот это прямо Тренд-тренд Я вообще отношусь Ко всему К любой одежде Я отношусь С большим интересом Потому что Нету такого Что модно И подходит всем Мое мнение Что женщина Она должна Выбирать себе Наряд Тот который Ее украшает Прежде всего Не тот который модный А тот который Ее украшает И есть женщины Которые очень Очень уютно Смотрятся в этих Шубках Да Они сразу Такие становятся Беззащитные Уютные Да Чебурашки Чебурашки Такие Поэтому Каждая женщина Она должна Смотреть Украшает ли Ее эта вещь Придает ей Это какой-то Шарм Какую-то Харизму Или это Эти самые Колонизаторские Ботинки Когда ты Провоцируешь Мужчин Чтобы тебя Из них Вытащили И вставили В шпильки Кстати не так давно Видел замечательную Подборку Фотографии Вот женщины В военной форме Ну то есть военная Это по-моему Ну американская Была подборка И они же рядом Вот ну в обычной Жизни И ты смотришь И даже не можешь понять Где они привлекательнее Потому что многих Вот действительно Эта форма Казалось бы Такая милитаристская Военная Но она Находит Какой-то Изюмин Такой изюмин Да Ну что вы думаете А стюардесс Это такой Даже есть такой Секси тип Да Вот те люди Которые создают Сексуальные образы И такая Стюардесса Одна из них Стюардесса Одна из них Кстати Вот такая вот Женщина в форме Да Такое вот Небесное создание При этом оно Обмундиренное Как в свое время Говорила супруга Александра Блока Дочь Дмитрия Ивановича Менделеева Люба Люблю обмундиренных Говорила Люба И при этом Женщины тоже Становились Обмундиренными Вот Ну вот такие вот Можно сказать Мода делает И история Делает такие Выпады В разные стороны Ну вот я наверное Хочу сказать Что обратите внимание Рубрику Женское здоровье Что пришло время Ароматических массажей Попробовать Если вы еще не пробовали Наверное Это действительно Пока это не тренд Но это то Что и полезно И приятно Это очень по-женски Вот не знаю Олег Был опыт? Не было У меня такого опыта Но хотя вот С интересом Поглядывал в ту сторону Причем Это не какой-то Конкретный модный аромат Например Вот появилась Мода Все поехали Нюхать лаванду Там фотографироваться На лавандовых полях Тоже кстати Не надо куда-то в Тоскану Не надо куда-то в Европу У нас в Латвии Этих полей Сейчас Ну немерено Вот А каждому Подбирается Свой аромат Я думаю Что и он Именно Человека Я просто Извините Я просто добавлю Что такое арома масла Это эфирные масла От растений И это на самом деле Их энергетика Поэтому Когда добавляются Натуральные эфирные масла В массажные масла Вот терапевт Почему он называется Уже терапевт Терапевт Потому что Это уже не просто массаж Это не просто работа С физическим телом А это идет работа С тонким телом Нашим Да Через арома масла Через дыхание этих масел Вот поэтому Сейчас это и становится Так популярно Потому что люди Они уже Хотят не просто Чтобы их помяли Грубо говоря А чтобы им передали Какую-то энергию Чтобы они получили Какой-то заряд Настрой Настрой Да Ну как вот мастер Портепиано вроде бы И масла Очень-очень в этом помогают Я сама очень люблю Арома масла И сейчас очень много Качественных Хороших арома масел Здесь продается И сейчас очень много Массажистов Вот знающих Не просто технику Еще раз повторюсь А знающих Более глубокие Такие эзотерические вещи Ну на уровне Тонкого тела То что называется То что как бы Мы все ощущаем Но не знаем Что с этим делать И как это можно Поддерживать Либо можно Что-то навредить себе То есть Специалисты это знают Ну и конечно Достаточно драматичная И сложная тема Это когда в семье Женщина заключает Ну второй брак Второе замужество Уже растут дети И появляются новые дети Вот тема Очень глубокая Это тема Конечно Не одной Журнальной статьи Это тема Времени на самом деле И в этом номере Именно в этом номере Героини есть у нас Такие звездные Татьяна Навка Не могу Это моя Одна из любимых Любимых женщин Современности Вот смотрю на нее И вот я за нее радуюсь Вот я смотрю Думаю Вот как говорит Тарасова Танюшка Молодец Вот Вот я тоже смотрю И думаю Вперед Вот Женщина Которая ищет Находит И остается женщиной Какие прекрасные дети Растут в этих браках Иногда женщина Настолько любит Своего сына И своих детей Что она не позволяет Себе Вот как сказать Быть счастливой Говорит Ну мне важно Вот дети Это моя вечность Мое продолжение Да, вечность Но у них будет своя жизнь И твоя жизнь не закончена Ищи свое счастье Найдешь Вот об этом Дети вырастают Дети вырастают И очень быстро вырастают Почему так важно вам это писать Потому что Почему у женщин После там 40-50 Начинаются Они начинают прямо увидать Они увидают Не потому что возраст пришел А потому что То, во что они вкладывали Свою энергию Оно выросло Оно уже отодвинулось Отдавилось И не о том больше заботиться Они не приучены Заботиться о себе Да, это уходит Вот эта тема Она сейчас очень актуальна В наше время Почему так Возраст отодвинулся Потому что В общем-то Женщина Она может развиваться В 50-60 Она интересна Может быть Слушайте Я вообще Эта тема такая Ширная Ее можно очень много Здесь о ней говорить И не просто так Сейчас весь интернет Инстаграм Заполнен Блогерами И модели Во всем мире 85 лет Потому что Это правда Это достойно Восхищения Не о том Что они раскручивают Свои блоги А о том Что они Действительно Вдохновляют Женщин Будущие В 80-летнем возрасте Еще женщинами Да И мужчин тоже Кстати Вот маленький спойлер У нас буквально Через неделю Выйдет уже глянец И вы знаете Удивительнейшим образом Вот это действительно Становится Целым движением Что мир Отказывается Стареть Я вообще была вдохновлена Сходила на интервью Знаете Я-то думала Долгожитель Это 80 лет Ну вот Из моего опыта Из опыта окружения Я думаю Это вот как бы Так сейчас не задача Прожить 80-90 А задача ставится Другая Задача ставится Прожить их Полноценно Чтобы ты был Дееспособным Чтобы у тебя работала Не только голова Но и ноги Руки И действительно В мире есть 5 мест Где есть люди Не просто долгожители 80 лет Это долгожители Там считаются 100 лет плюс То есть 110 120 И эти люди Не в каталках Эти люди Дееспособны Вот К примеру Я давний Кирк Дуглас Актер Который до сих пор жив Ему 102 года И я просто читал Что на свое 102-летие Врач разрешил ему Выпить рюмку водки Да Еще и поднял Тост То есть Вот прекрасно И это вот как раз Удивительным образом Вот наш глянцевый номер Люблю лайв Очень много материалов На эту тему И Я думаю Что здесь Даже не столько Фармакология Как многие думают Что люди омолаживаются Внешне Нет Работают механизмы И в том числе Латвийские ученые Тоже принимают В этом участие Это Отодвинуть старение И внутренне Стать На генетическом уровне В том числе Стать моложе У нас к сожалению Вот я смотрю Уже все время вышло Я благодарю Наши сегодняшние гостинии На дождево Татьяна Доля Журнал Люблю И темы Которые наверняка Остаются вечными И темы Которые мы продолжим В следующих выпусках Включайте Слушайте Слушайте радио Среда В 10 часов утра Спасибо вам Спасибо большое Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok